Итак, размер крючка для ловли на флэдфилдер. Это же был вопрос? Да, больше, 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 меньше. Значит, вообще, в чем кардинальная особенность флэдфилдера от карпишника? Прикормка одна и та же, рыба одна и та же, точки ловли одни и те же, насадки, да практически одни и те же, все одно и то же. Только флэдфилдер, благодаря гибкости удилища, позволяет оперировать крючками минимального размера. Сколько я не пробовал ловить на карповой снасти на соревнованиях крючками десятого номера форда микса, там, например, да, я получал колоссальное количество расходов. Но это физически очень трудно на карповую априори более жесткую удочку вываживать бойку рыбу. Фидер же, благодаря тому, что он вязкий и мягкий, он позволяет, оперируя малыми крючками, справляться на вываживании и припарковывать благополучно в подсад весьма крупных и бойких ребят. Что нам дают маленькие крючки? Нам маленькие крючки дают и маленькие насадки, поклевки рыбы, даже когда она, в общем-то, не особо и питается. Он может вообще даже практически случайно залетать в рот рыбы. То есть рыбе может понравиться наш методный микс, она может сунуть туда рыло, абсолютно не собираясь употреблять в пищу нашу насадку, например, по папу или что там есть. Но из-за того, что это сверхмаленькая, сверхлегкая фракция, фрагмент, он залетает все равно и в рот, а потом разворачивается там, ну и мы получаем свою долгожданную похлебку. Вот основная плюшка флэпфидера. Многие карпятники спрашивают, ну как же так? В карпфиджинге то же самое. У меня же есть стик, он из того же микс, что у тебя флэт. У меня же есть насадка, она тоже маленькая. Маленькая, да немаленькая. Крючок там шестого номера, пельчик там двенадцатый, по папчик там такой. Или даже пусть там будет по папчик, даже десятого номера маленькая плюшечка, но это крючок шестого номера. Положите на руку шестой номер крючка, положите на руку номер десять. Это очень большая разница. Поэтому флэпфидер позволяет, да и то, с шестого номера крючка на карповых рыбалках тяжелые рыбы, в запрессованных подъемах, когда там битые ротовые аппараты, когда там по восемь дырок они деформированы. На этих крючках тоже большое количество сходов, то есть еще он зависит от водоема. Есть водоемы, в которых на шестой номер поймешь столько сходов, то есть нужна та же медвежка. Там тяжело, там нужно такую гачину ставить, чтобы где-то добралось еще, чтобы мозолю пробить вот этот губель. Поэтому крючок это одна из, один из, как это сказать, благодетелей флэпфидерной рыбалки. Поэтому крючки маленькие. Десятые номера, восьмые номера, шестые практически не использую я. Можно использовать, например, сверхтурной клёр, интенсивная поклёвка рыбы, неважно, лето, жор, да, можно. Я думаю, можно и четвертый пролепить, по идее можно. Но когда ты приезжаешь в каком-нибудь ноябре месяце на водоем, и смотришь на водоем, а видно, что водоем уже остыл, и вот он просто замер. Все, ни выхода бы, ни либо, ничего не происходит. То есть все, водоем в пассе, и там приезжаешь, и зыбка, холодно, дождик срывается, со снежком. Забрасываешь, на флэпфидер ловишь карп. И большого он, Макс Марапай, на восемнадцать поймал. Приехал в Чеквина попить с друзьями, погреться у костра. Ночь наступила, восемнадцать в карп. Здравствуй, зима уже почти наступала. Поэтому основные номера крючков, девятый, ой, восьмой и десятый номер. Формы крючков, ну, лучше вайтгейп. Можно корпешенки использовать, но они более такие мелкозадельистые, там меньше площади атаки, поэтому этот крючок, ну, он этот менее эффективен. Форм вайтгейп, фирма, вообще на ваш вкус, какой верите, какой хороший. Конечно, лучше качественные, острые крючки, но я вам скажу, что крючки маленьких номеров, они априори более острые, чем крючки больших номеров. Там все элегантно, поэтому можно пользоваться. Я лично использую, если у меня бюджетная рыбалка, я понимаю, что у меня будет много потерь крючков, большой расход поводков, К1, Хайбусок, да. Вот практика показала, что в тефлоне они выглядят красивее, но в черные обычные, блестящие черные, более долговечные. Поэтому, если вы понимаете, что он в пользу более эстетичной рыбалки и такой один крючок, одна рыба, то это тефлон. Если у вас там идет молотилово, амура, спешной скоростью, то тогда просто черный обычный глянцевый. Если это пассивная рыба совсем и нужно прямо изгаляться, подрезая даже 10 номер, попадая размера 8 до такой бусинки, то это кордель микса 10. Если это в более летнее время года, можно использовать кордель микса 8, но я не вижу смысла. Почему? Потому что в это время уже вступают в права, скажем так, кайти. Аналогичные же есть крючки у разных других компаний, вы можете использовать Гарнер, Талантип, ну я есть таких, которые сейчас сам использую, называю. Можете использовать что-либо по Фоксу, но они более крупноразмерные изначально идут. Раньше была у Фокса серия Фокс Матч, маленькие были в Эдгейпе у них. Есть недорогие крючки, очень хорошие у Фуда. Есть у Овнера крючок, который тоже очень даже нормально подходит. Все эти и Сиама Эрве, вот эти серии, конечно же, в Эдгейпе, ими тоже можно вполне пользоваться. Так что, так что, главное, чтобы он был острым. Заводыш. Заводыш. А вот, допустим, большая снастка, вот, с адвокатной продукты, как она купала. Еще раз. Лучшая снастка для вас на Гарнуде на купал? Два вида... Но есть матери и стикли? Два вида снасток использую я. Я из тех ребят, которые не мудрствуют вообще, и должен сказать, что... Ну, а снасток есть много, но я ловлю с максимально простыми и эффективными. То есть, не запариваться. Во главном, чтобы крючок был острый и ничего не путалось. Поэтому есть два типа аснасток. Дальнобойные и те, на которые я накидываю со стиком. Если мне позволяет накидывать со стиком на точку, то есть дистанция ловлю... Ну, в моем случае, это дистанция 135 метров. По штилю там 140. Дальше я со стиком кидаю плохо. Не точно, не комфортно мне кидать. Вот. То, в зависимости... Ну, естественно, размер стика уменьшается. То это мягкий поводок. 18-25 LB мягкий материал. Крючок PB PRODUX, шестой номер. И к нему 10-мм поп-ап с подгрузкой и грузиком. То есть, предложить, поводок там сантиметров 15. Я надеваю стик. Сейчас покажу. Видите, на то, что это прекрасно. Такой момент, требующий отрисовочки. Так что-то мешать будет в кармане? Шуметь не будет? Нормально? Хорошо. Вот. Вот, предположим. Я буду рисовать сверху. Сверху. Петля. Проводок. Крючок VK. Поп-ап. 10-й. 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 Крючок. Шестой номер. Это. Джангл Ху. Значит, сюда я надеваю стик. Конфет. Крючок заворачиваю вот сюда. Боккаль. И сверху плоскорубчиками зажимаю бусину под стик. Под стик, да. То есть, грубо говоря, у меня на таком расстоянии находится. Десятка моя. Шестой номер поднимает. Вот. Есть еще такая же альтернативная оснастка. Но вот тут крючок. В 30-м номере. Это крючок четвертый номер. Или тоже самое. Джангл Ху. Или же Габа Капсун. К1. Тоже номер 4. Его уже делают без бусинги. Потому что этот крючок. Или в этом случае у меня лежит поводок. Крючок стоит вот так. В этом случае у меня поводок лежит. Крючок стоит на лопате. Нажали. Лежит на дне. Вот дно. Вот дно. Можно так. Можно так. Это монтаж под Курбак. То есть стандартный. Но волос короткий. Ну, волос достаточно короткий. Вот. Ну, такой. В пределах разумно. Вот приблизительно пропорция, как вот здесь нарисована. Вот такой. Можно еще ближе ставить. Вот. Ну, а я как бы. Мне так как-то. Поспокойнее. Вот тут уже слишком короткий. Вот. Это вариант с мягким поводком. Можно использовать еще более мелкий крючок. Не вопрос. Ну, просто нужно понимать, как насколько. Чтобы грузик удерживал материал. 12-миллиметровые купапы. В качестве единичной разносятки. Я практически никогда не использую. Я всегда их все равно подрезаю. Или подрезаю. Отрезая ножом с них. Делаю кукурузку по краям. Вот. Или же вот последний раз мы на зиме их использовали в качестве пуфика. 12-миллиметровый купап поднимаем. Или же использую 12-миллиметровый купап как верхнюю шапку для пелица. Или же для отрезанного бойла. Ну, не важно. Какой вариант. Крючки, я думаю, не спрашиваю. Что лучше, подрезать или как грузить? Десятку резать не надо. Двенашку. Ну, есть много ребят, которые ловят на двенашку в целом виде. Используют как насадочные в чистом виде. Вот. Я считаю, что лучше все-таки здесь исходить из того, с каким крючком вы работаете. Здесь нужно отталкиваться от крючка. То есть, если вам нужно поднять ваш крючок, то на нужное необходимое у вас состояние, то лучше там подрезать этот пак, взять двенашку и там отрезали, посмотрели в емкости отдельно. Понимаете, что ваш крючок стоит таким вот образом. Можете даже при этом не вязать волос, а все гораздо банальный, где от вас заишний. Просто вы берете крючок, просто накалываете на него попапсу и кладете без лески, без поводка. Смотрите, как ваш попап окружает ваш крючок. Ну, в то место, где приблизительно будет отходить волос, где будет точка подъема. Все, вы нашли, размер поняли, вы понимаете, как идентично подрезать. То есть, вы можете, у вас здесь несколько альтернативных вариантов. Вы можете поднять попап, вы можете положить попап, поднять волос, точнее, положить крючок на бок, поднять только волос. Вы можете поставить на жало крючок и вы можете вот так, ну, вот так вот его поднять. Вот разница вот этого с этим, как правило, достигается исключительно перемещением, то есть, или там, если у вас трубочка есть, отвечающая за дедоповодка, или же количеством, ну, количеством, положением точки, с которой будет подниматься попап. Вот. Или же есть еще вариант, можно там вообще заточиться прям и сделать так, чтобы вот это прям полу-полу такое будет состояние вообще взвешенное. Прям такое еле-еле, прям вообще еле-еле будет касаться. Но это крайне трудно, и это же, я думаю, что в течение некоторого времени это все равно на дне меняется, все равно попап, немножко начинает подпитываться и приседать. Это мягкие поводки. И есть ситуация, когда якида бестика. Там все просто, там вариант, вариант там несколько. Первый материал с оплеткой, со снятой оплеткой, вот. Сюда потом при забросе цепляется пуфик. Ну, знаете, продаются такие ПВА-пуфики, которые растворяются в воде. В Фоксе они есть. ПВА-пена. Да, у Варнера есть. Просто эта пенка, ее напополам разрезаешь, чтобы тоненькая, вокруг крючка смочил, чтобы крючок во время заброса не перехлестнулся залитком. Вот. Или же то же самое, делается с флюрокарбонным поводом. Он жесткий, жестко ставится крючок, и здесь вяжется мягкий волос. Флю. Номера крючков те же. И, то есть, этот летит очень далеко. Это можно забросить, если, тем более, ловить на 0,2, на 0,22 леске. Это те ситуации, когда нужно уйти на какие-то кретинические дистанции. То есть, ну, вообще, как чекалер. То есть, вот такие монтажи, по-моему. То есть, со стиком и без стика. Без стика на жестком поводке. Почему? Потому что мне это гарантирует то, что у меня не перехлестнется насадка в процессе, ну, монтаж не перехлестнется в процессе заброса. И в этом случае, самым важным моментом, нужно, чтобы в клипсу билось отчетливо. Вот эти забросы, когда, типа, ты кинул, и вроде так, вроде как ударилось. Нет, нужно, чтобы клипсу, и немножко подолудочку вперед, чтобы отскок немножечко, ну, отбить отскок. Потому что при ударе в клипсу хорошо в карповой палке, там назад снасть отлетает, будь здорово. Просто в клипсу и положить. Все. Это очень важно. Потому что, в противном случае, гарантию того, что это не перехлестнется за груз, что вот тут вот это не закинет сверху, за пыльник, нету никакой. Вот. Это относительно асфаст. Есть там, ребята делают там, на лидкор надевают, отшивают, стики. Вот. Бывает такое. Ну, это, мне кажется, достаточно долго. То есть, имеет место быть при редких физических забросах сложных. Ну, попап такая насадка специфическая. Иногда спасает в ситуациях, когда мне нужно, чтобы у меня долго стояла насадка. Я знаю, что варенку мою может растащить мелочок. Или моя наваренка, я неизвестно, как там, неизвестно, как будет презентоваться моя, а да, кстати, запускать. Вот в этих случаях дальнобойных я делаю обязательно попап без загрузки уже. То есть, у меня здесь стоит или крючок такого, то есть, идентичный вот этой. То есть, крючок без загрузки. Чтобы тут не было дополнительного узла в виде грузика. Потому что он способствует перехлёстыванию тоже при забросе. То есть, здесь однозначно настроен так монтаж, что у меня попап ставит крючок на лопату. Только не больше. Там лишний элемент оснастки только во вред. То есть, бывает ситуация, что нужно, чтобы насадка дождалась рыбы. Или наоборот, получить быстрый лопат. Для этого подходит попап. Почему? Потому что попап простоит 4-5 часов всю ночь при желании. И второе, везде неважно. И второе, он имеет интенсивный внешний вид. То есть, привлекающий фактор такой на дальняке работает хорошо. Это по монтажам. По огрузкам выбирать грузик необходимо такого размера тоже его пробовать, потому что бывает, что лепил двенашку, например, взял маленький грузик, а он раз там всё и всплывает. Но смысла нет. Да и вообще, просто использование грузика, если есть возможность применять стик, оно хорошо даже и при ловле с тонущими насадками. Бывает очень часто, особенно аккуратно берущая рыба, вот, например, в той же самой Акубакулова у нас был. Мы поймали 2 больших рыбы, 3 больших рыбы, ну, 2 вообще больших, 17-918, по-моему, 340. И ещё поймали 2 поклёвки, рыбы сошли. Я пока вот эти первые рыбы, которые сошли, я потом перестроил монтаж и получил свои поклёвки уже качественные. Мы уже всю рыбу поймали. Там в чём смысл? Рыба ловленая, рыба колотая. Рыба в момент поклёвки не паровозит. То есть он поднял, то есть у тебя свиньер сделал пип-пип-пип-пип, пип-пип, он поднял и на месте трусит башкой, он не уплывает никуда. То есть он не делает те движения, которые заставляют ему засечься. Хорошо, у него там какую-то часть кожи пробил, этот крючок болтается у него, и он его пытается выпрыгнуть, трусить. Вместо того, чтобы просто взять за паровоз, загнать себе этот крючок максимально глубоко вплоть и хорошо засечься. Нет, они стоят и не клюют. И первые две рыбы у нас сошло, потому что в итоге он пик-пик-пик-пик, я поднимаю ручку, получается подсечка, вот, держу рыбу, но она пробивается плохо-некачественно, и в итоге сходит через некоторое количество время провод, ну, выважив. А потом я подвесил на свои же тонущие насадки, которые мы ловим. Значит, это была комбинированная насадка, там был низ бойл, верх пелец. Я подвесил точно так же грузик, как под поп-ап, что мне дало возможности. В момент, когда он поднял крючок, крючок хорошо развернулся, правильно встал, повис, слегка придавил, и вот рядом засечки получились нормальные. Все последующие три рыбы мы поймали. Когда ловится вот осторожно, рыба, плохие реализации поклевки, подгружение маленьким грузиком, очень даже полезно. Буржики продают для этого специально этот самый вольфрам жидкий, который можно подвязывать, тоже очень эффективно, классно работает. Это плюшка. Потом такие красивые овальвы, такие грузики, да, зажимы, ну, в общем-то, у них целая индустрияная такая построена, но этим нельзя пренебрегать. Но нужно учитывать, что до этого лучше стик. Над стиком аккуратненько, маленькими пассатижиками грузик поджимаешь, и все получается, нельзя стать хорошо. Во флот-методе можно вместо методной кормушки классическую корму, если вы любили больше. Там, вообще, 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 по идее, можно. Но, смысл меняется, ведь стиль презентации. Просто нужно понимать, что будет лежать кормушка, высыпанный корм, и где-то рядом будет лежать ваша насадка. Клюнет? Да, клюнет. Но, вот, эффекта именно стопроцентного, флот-методного, когда это, когда это, вот так вот, на дне лежит корм, просто, пылит, пахнет, а вот тут, вот, насадочка сверху, и рыба, пытаясь захватить его ротовым аппаратом, забирают все вместе. Этого эффекта уже не будет. Вот это вот важный момент. Поэтому... Такое ощущение, что методная кормушка, они полностью заходят в прикормку, даже как не делаешь, такой липкий, этот, срисклодец. у него, му-мин, 80 лет. Ну, 8-10 метров, это для флота, вообще, очень большая глубина. Я даже скажу, я работаю на таких глубинах, специально, на карповых палках, я специально стик свой, дипую еще дополнительно, там, каким-нибудь, неважно, цсл, нужно это или не нужно, только бы создать еще дополнительную защитную пленку, чтобы у меня не так быстро, ну, даже стик, не растворился. Но, флэт, флэт до этого дела вполне нормально доходит, просто, если вам хочется, просто возьмите емкость, и перед забросом, вот, свою камушку флэту забили, да, форму можно делать поливче, такой прям, такой, чтобы он держался, и еще и магните дополнительно, в меласу, в любую жидкость, которая даст, и сразу забрасывает, даст вообще дополнительную оболочку, вот, для растворения. Но доходить будет по-любому, по-любому. Или же можно использовать методные кормушки, они просто сами по себе, такие же тоже. То есть, я к тому, что если вам принципиально нужно ловить, не флэтом, а кормушкой, как несущий корм, то методная кормушка в этом плане лучше, почему? Потому что у нее такая эргономика, что за нее поводок, не будет так сильно цепляться, за обычную кормушку, там она может упасть таким образом, что она накроет даже с собой вашу насадку, или насадка будет презентована не очень хорошо. Поэтому, плюс онлайн кормушек с таким весом, я так не так уж и много знаю, у меня есть такие, то ли матрикс, то ли Престон, именно клетка, но она онлайн, вот, то есть не боковая, потому что, только то Престон, но они будут там 42 грамма, 42 грамма на 9 метров топить, тоже еще такое занятие, и при них засекаемость будет не очень хорошая. А если брать тяжелую стадь, там камни ляются, от камней буквально 2 метра, там где долго проходят. Ну, что условия вообще, вы описали такие условия, что... на старой душе. А? На старой душе. Может, флэтом не надо там ловить? Просто лучше обычной, классической кормушкой с насадкой ловить? Ну, там лекарды, вещь крупная, любит он по папочке. Тогда, тогда лучше всего, все равно брать флэты, и просто-напросто делать корм, ну, откровенно говоря, вообще липкий. Может быть, лучше вообще попытаться покормить, просто взять большую кормушку, просто большую, хорошую там, сетку, да, и вот, да, там, сесть, потратить время, потратить 20 минут, насыпать туда хорошего, донного корма, и ловить вообще абсолютно липкой кормушкой, которая даже, возможно, будет не размываться, бог с ней будет, возможно, на Днепре же ловят, там, пшеном забивают, так что ты кормушкой по 5 раз забрасываешь, ничего не вымывается, да и пусть, господи, будет с ней каша, все равно рыба на нее отреагирует, она как привлекающий фактор будет работать. Главное, чтобы из нее поводок выпадал, вот, а все остальное. Она в тот раз у нас, все плавающие насадки, или тонущие тоже? Тонущие тоже, конечно. А пелец как вы презентуете? Шапочку ставите или одинаково? Бывает, что я ловлю на пелец в чистом виде, такое иногда бывает, вот, но, как правило, в 90% случаев, это пелец и сверху шапочка. Нужно обязательно макать свой пелец в емкости, смотреть, как с ним работает поп-ап, потому что комбинацию крючок-пелец, по поводок, поп-ап там должен, бывает, что поп-ап поднимает только пелец с волоса, бывает, он поднимает крючок, а бывает, что он весь поводок поднимает. Нужно обязательно проверять, перецы разные. Например, перец фанфишн, он такой средний, он такой, не сильно тяжелый, его, например, половинка нашего поп-апа, по-моему, поднимает даже прилично, да, сколько такое, что-то с фанфишном экспериментировал. Он такой нейтральный, а вот, например, копица, он потяжелее, там будет подниматься только волосы, и вот с этим нужно обязательно экспериментировать. И еще не стоит забывать, что есть перецы, которые разбухают и превращаются в такую, как мочалку, а есть перецы, которые растворяются, как с ним, и по мере растворения он будет подниматься все выше и выше. В этом есть прикольный смысл ловли на мелкие пылики, когда, то есть, ты забрасываешь, и у тебя пылик, в начале ловли, ты должен, там, 40 минут он стоит, в начале ловли подгрузки нету, то есть, например, там лежит крючок на дне, пылик, здесь попап, проходит там 40 минут, пылик подрастворился, попап начинает уже поднимать, крючок уже становится вот так вот, и по финалу, там даже попап, ну, а пылика мало осталось, и третья позиция, там вообще начинает уже совсем поднимать крючок, потому что от пылика осталась вот такая маленькая какулька, попапа кусок сверху, и, значит, что, по мере ловли, там просто вот час, например, насадка, или полтора часа, ты понимаешь, что у тебя поплевка происходит, там, через час, то есть, на уже приподнятой достаточно насадке, то есть, ну, это наводит на мысль о том, что, может быть, стоит вообще на попап переключиться, или наоборот увеличить, попап сразу изначально поднимать насадку, или же, возможно, к этому моменту просто пылик дал, достаточно аттрактивный сигнал в окружающую среду, и рыба привлекла, привлеченная, пришла точно, вот, но привлеченная на пылик в процессе нахождения на дне насадки, ее презентация изменяется. А вы же постоянно в любом случае подгружаете, поднимающийся? Нет, пелец, когда ловлю на пелец, с попапом, если попапчик поднимает ваш крючок, то да, подгружать имеет смысл, вот, но еще раз говорю, можно, а, подгрузить, можно, б, подрезать попап, вариантов несколько, вот, все зависит от того, какой он вам нужен эффект, по холодной погоде, по холодной воде, я подрезаю попап до размера, там, ну, почти 7 мм, маленький кубочек находится, потому что это на поклевках сказывается, вот, ну, и еще зависит от реализации поклевки, то есть бывает, что скот, 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 например, да, тогда подгружать нужно обязательно, по ситуации сказать, но, как правило, почти все попапы 10 размера поднимают, крючки весом 10, размером 10-8. 1 1 1 1 в качестве шапки тоже можно использовать для пелеца, для пойла, все, но я в последнее время, вообще не использую, у меня ее много есть, она у меня в наборе, я на нее посвятил и много времени, но сейчас не использую, использую только, ну, в крайне редких случаях, когда вот уже совсем безнадежно, ну, ни на что не вылезает, ну, дай кукурузку попробую, и то сейчас от того отошел, я просто из купопа поварить, так уж точно кукурузку, если у меня уже параноид, что рыба прям реагирует на форму насадки, и прям нужно и эту кукурузку имитировать, ну, я открываю 12 попап, вырезаю из нее кукурузку, она у меня получается еще натуральнее, чем интерпрайсовская, а когда еще не плюет, время немного, то есть, то можно даже, сушу почешку резать, вот, но кукурузка сама по себе дает неплохой результат, очень, очень часто на нее классно ловится, многоразовая она, все супер, вот, в общем-то, нормальная тема, можно использовать, но я когда использую, использую в одиночном виде, надеваю ее, как классическую кукурузу, надеваю ее, о, не поперед, то есть, у меня волос, это кукурузка, и крючок, вот, то есть, не поперед, чисто вертикально, вот, у нас была рыбалка, когда-то были соревнования, вот, в кумом, мы в насадках выступали, помнишь, белая сладкая, скопекс, или что-то было кукурузы, эстерфиловская кукуруза, саларовская, вот, вот, приторно-сладкая кукуруза, на нее, на стек, не очень там клевало, подъем специфически, вот, но вот, на нее мы ловили свою рыбу, одна кукуруза, вот эта вот, на крючке, рыбалка хаотичная была, ну, какую-то рыбку поймали, даже одного, восьмерыша поймали, ческолько там, нормальную рыбу, цвет ночи играет, или нет, вообще, вообще, в карповой рыбалке цвет всегда играет в ночи, это мое мнение, ну, это у меня, не знаю, со мной могут поспорить микроэкоп, их теологи, там, кто хочет, карп-фиатники, чемпионы мира, там, кто угодно, я считаю, что влияет, например, вот типичный пример, последний раз, вот, сейчас на медвежке, я забрасывал в пылик, мне, Вадим Николаевич дал пылик, говорит, наедик тут ловится, я забрасывал в пылик с подсадочкой желтой шапочки и без подсадочкой желтой шапочки, несмотря на то, что она была ночь, я ночные поклевки получал с подсадочкой желтой шапочки, и, не знаю, влияет, не влияет, у карпа диапазон зрения, он больше, чем наш, он в ультрафиолете видит лучше, то есть, он под водой, в темноте, он видит лучше, чем мы, то что нам кажется темным, карпа диапазон побольше нас, а может быть еще химический состав? не исключено, я вот из-за чего, у меня была рыбалка, получилось, я закинул силиконовую кукурузу, дирать, на нее, как бы, плюнуло на красный цвет, я как бы так и не переставляю, как держу, допустим, там, три, там, всякий, там, перец, попап, и искусственную кукурузу, вторая поклевка на искусственную кукурузу, на красный цвет, третий раз, я переставляю желтую кукурузу, такую, цвет, я не удивляюсь, цвет, цвет, ставлю с этой же банки желтую, на желтую не клюет, на красный не клюет, переставил себе на красный, значит, я закручу, и спажу немножечко. цвета имеет значение, абсолютно да, и, ну, неоднократно я в этом убеждался, что бывает ситуация, что на попап определенного цвета, клюет, на попап с аналогичным запахом, другого цвета не клюет, ну, или клюет хуже, А какой у вас фаворит из вашей линейки запах? С чего вы начинаете? По ситуации. Но, стартую. Самое интересное, что все, все сезонами. Например, позапрошлый год свит-квит, вообще, в любую дырку приезжаешь, свит-квит, в прошлый год, просто, клубника и тутифрути, вот куда не приезжаешь, везде на них нормально, вот, в этом году фаворит, мед, ой, господи, бананас, и мед-ананас, вот у нас с двенашкой, подрезаем, мед-ананас, и бананас, а и алыча, алыча в этом году просто творит чучеса, не знаю, каждый год появляется какая-то вот насадка, которая вот, но если совсем не клюет, все равно всегда свит-квит, мне кажется, по вот этой плохой рыбалке, перемене погоды, рыба к прислащенному свит-актопусу, именно к прислащенному, фруктовой нотой, какой-то клюквенной, там, губничной, сливовой, она как-то особенно щепетильно относится, не знаю почему, но, когда у меня не клюет, я ставлю свит-квит, и упираюсь на это последнее, вообще просто не клюет, вот прям, все, тупик, я тогда, это же ситуация, когда ты просто забрасываешь, и начинаешь там верить, да, вот, это свит-квит. Я, не нормально, что на ваших улицах, на свит-квит были хорошо. А, ну, пилики, да, но я ее сейчас закупал, вот, он мне даст соврать, сколько у тебя было рыбалок на свит-квите, да, вот, когда вот тупик, да, Крым тогда, что же вы на свит-квите сделали, вот, вот так, но, еще раз говорю, почему-то из года в год не меняется, ну, меняется, бывают вот разные, какие-то, мне так ощущают, что у рыбы тоже какие-то свои предпочтения, потому что в прошлый год я на свит-квит не поймал ни одной рыбы. Можем? Да. Ну, для тропинного капа на дикарях, как избавил от узла? От узла? Ну, фракция понятна, крупная, но все-таки, он запят, но он дальше, или же... Во все разы, когда я, у меня нет большого пота ловли на дикарях, вот, я ловил на никаких водоемах, например, цим-ла то же самое, у меня от узла не получалось избавиться, я всегда ловил, ну, я там больших рыб и не ловил, там, ну, 10-800, 10-600 дикие сазаны ловили, это дикие, дичайшие сазаны, они донские, то есть, это не одичавшие карпы, то есть, под рем дикий обслуживание, вот, да, были поклевки, были тяжелых рыб, я их не готов ловить, да, там есть больше рыбы, но, насколько вот, мне говорит, моя спортивная, значит, направленность рыбалки, большая рыба ловится в объеме мелкой, то есть, все равно будет приплывать мелкая рыба на корм, да, конечно, можно поставить, там, две двадцать четверки, сделать вот такой длинный волос, да, вот, вот такой длинный волос, на маленькую насадку я больших рыб поймал в своей жизни больше, чем на большую, это правда, вот, но в диком водоеме есть ряд моментов, первый, и бытует мнение, что рыба в диком водоеме не подсажена на бойлы, я полагаю, что это заблуждение, в диком водоеме рыба гораздо более любопытная, они там простофили, они там, ну, она ловится гораздо легче на бойлы, нежели рыба в запрессованном водоеме, вот, поэтому приезжая, например, на любую открытую большую воду, типа водохранилища, и кормя просто любым активным фруктовым бойлом, то есть, не надо там висеть какие-то HNV, там, бойлы навороченные, с большим количеством, высокие по белку, там, какие-то с наворотами, там, с экстрактами печени, цельси, там просто на любой бойл низкой питательности, на высокой привлекательности, слива, ну, такие вот, типа ля ричвар, ля там братья лихоносовы, ну, вот такое вот, вот такой бойл, который яркий, пахнет, там, клубника, слива, тути-фрути, просто его сыпешь, они приплывают, начинают жрать его просто неимоверными количествами, не знаю, сколько долго этот был держать, будет точку, вот, но привлекает он рыбу невероятно, поэтому, то есть, ну, мои ловли на дикарях, вот, последнее, это была цемла, не получилось у меня уйти от точки, у меня клевали мелкие рыбы, у меня клевали большие, в объеме мелкие, на 30 маленьких я получал поклевку большой рыбы, вот, ализаровка, ну, такой, одичалый водоем, можно его назвать диким, мы там с кумом сидели на сессии, мы-то ловили высокого качества бойл, мы на ЛКБ, с хаттеном, все, у нас тогда дни амуры, как приплыли и стали, на полерве на маке замешался, и просто амуром мы-то наловились, ну, немерен, потом я прижал сам, катал свои бойлы, уже на другой основе, поймал я тогда очень много рыб, брать не буду, то ли 50 чем-то, то ли 60 чем-то штук, я много стоял, я долго стоял, суток 7 стоял, но у меня большие рыбы начали клевать чуть позже, первые сутки я не ловил вообще, сутки на третью у меня начали стабильные поклевки, и четвертые, пятые, ну, просто разрыв, просто заброс клюет, заброс клюет, заброс клюет, и где-то на шестые сутки у меня начали просто уже клевать тяжелые рыбы, уже начали ловить 12, 13 рыб, ну, такие вот, ну, тяжелые, понятно, что тяжелые рыбы, для кого-то там 12 это амалек вообще, но для того водоема, вот, это были тяжелые рыбы, вот, поэтому, я не знаю уходить от мелкой рыбы. Я полагаю, что для того, чтобы поймать большую рыбу, нужно поймать много маленькой. В то же время, что делаю литературу, например, и наблюдая, как ловят тот же самый Лукаш Краса своих больших рыб, и наблюдая за его монтажами, я увидел у него очень длинный волос. Крючки маленькие, у него мелковатые крючки, шестерка, но очень длинный волос. Понятно, что это ловля в завоз, я просто не знаю, как при таком волосе гарантируют, что после заброса вся эта конструкция пойдет, ну как это позиционироваться будет, и это же заброс, такая ловля, скажем так, выжидательная, то есть там перезаброса много не будет. Но тем не менее, длина волоса, если вы увеличиваете, то тоже малок как бы меньше засекает. Да, да, то есть очень длинный волос, у него достаточно массивная односадка, ну и, наверное, все-таки кормление должно быть построено исключительно, наверное, все-таки на бойле тогда. То есть, да просто бойло. Просто был очень хороший интересный фильм, красивый, Билл Коттем с кем-то ловил на бальсене озеро в Италии. Очень красивое, такое прозрачное, они ловили, кормили чисто бойлом в завоз. Просто сыпь, поджимение, небольших карпов они ловили. Наверное, это оптимальный принцип. Да, это долгоиграющая стратегия, да, это вот сутки, вторые, третьи. Но если, да, это мало поклевок, но есть возможность поймать рыбу своей мечты. Ну, это крайне редкие рыбалки, они требуют, ну, это отдельная, мне кажется, каста рыболовок, я к ней не принадлежу и не могу понедать вес какой-либо. Я никогда в жизни не ловил трофейного карпа, целенаправленно залипая на долгие и длительные сессии. Я лишь только обладаю вот этой информацией, которую слышал извне. Но не хочу как бы транслировать то, что сам не пробовал, поэтому... Ну, как бы весна, а осень так. Ну, просто весна-осень хороши чем? Осенью карп уже нажраный, он в максимальном своем весе. Весной он еще не скинул икру, он в максимальном своем весе. Мне кажется, времена трофейной рыбалки именно с этим и связаны. Потому что весной карп в икре, он априори будет тяжелый. Тот же самый карп будет нажим на осень и тяжелый. Летом этот же карп будет весить меньше на 2 килограмма. То есть, наверное, так. Ну и плюс, естественно, периоды активности. Конечно, весеннее-осеннее активности это явный фактор. Плюс летом огромное количество дополнительного питания. Улитка, ракушка, гомарус, мотыль, трубочник. И карп может вообще не особо реагировать, зачем он получает огромное количество пищи, патрулируя камышную зону, кувшиночную. Или там дальние какие-то колонии, там ракушки, раков и все остальное. Поэтому тяжелее, конечно, ловить в теплое время года за руках. Полагаю, однозначно. Однозначно нужно кормиться бойлом для того, чтобы... Вот даже у меня следующая поездка на цыглу, которую я планирую, я планирую ехать только на бойле. Моей ошибкой было в прошлый раз то, что я начинал с зерна, стартовал так. Просто вам нужно будет лодка, завоз, просто сыпать совками этот бойл. Никакого пылика, тупо варенка, тупо большая и ждать. Вот, наверное, только так. Хотя, я думаю, все равно и вот эти приплывут четверши и не будут давать покоя. Ну, я должен сказать, что об этой ловле я знаю столько же, столько и вы. Почему? Потому что для меня карась трудная рыба. Хотя за последние 4 года проживания на Кубани я поймал карасей даже не знаю, сколько он может. Ну, карась – это основная рыба. Но он там ловится совсем иначе. Например, поймать карася в Луганске, в Донецке, в Киеве, в Тернополе, во Львове – это вот одна рыбалка. И он тут ловится, как карась. А там на Кубани он ловится. Ловишь плотвупол – ловишь карася. Ловишь лещалку, когдааешься поймать лещалку – ловишь карася. Забросил на карпу – ловишь карася. Сел на уклейку – тоже поймал карася. А там он везде. И он большие, и такие двушки карасилы есть. Вот, поэтому Кубань в плане тактики ловли карася сильно, как бы, сделала, загрубила мою опыт в ловлю. Ну, он просто ловится. Приезжаешь, забрасываешь фидер и плюет карась. Как здесь поймать карася? Скажу честно, вот, общаясь с Андреем Мокрушем в свое время, он услышал от него такую идею, что карась не любит много кор. Ну вот, хочу эту идею развить. Я с ним в большинстве моментов согласен, что конкретно сыпухи много. Карась не любит. А вот резку очень хорошо воспринимает. То есть резку червячка, резку опаря. То есть ловля карася, вот такого, который, ну, наверное, фидерных. То есть там стоит заточиться, мне кажется, обязательно на червяке. То есть резку червяка давать, кормушки необязательно большие. Динамика закорма, они обязательно тоже большая. То есть и карась еще не всегда блюет хорошо с кормового питания. Это в сторонке тоже нормально блюет. Ты кормишь точку, а ловишь метри в двух от него. Тот же самый Рома Бадардинов, который ловил много карасей в старые времена и рассказывал об этом много интересных моментов. Он вообще ловил их без прикормки. Я понимаю, что сейчас время другое, 10 лет прошло, да. В этом тоже были свои смыслы. Просто караси, а вот эти вот не вездесущие кубанские, когда там живет только карас. А когда он бьет в объеме другой рыбы, как лени, например, когда там больше много, это яичные особи, он не заходит в стадами. Или это не дон, в котором там просто… Или там северский Донец в районе Луганска, когда там карася по весне валит столько, что там такая рыбалка… Он очень разный бывает. Если речь о карасе разрозненном, то там корм играет не столько роли, сколько играет живые компоненты. И плюс еще играет погода, то есть рыба очень капризная, рыба очень специфическая. Ну а так… Если бы я сейчас ехал на воду уговорить карася, вот на последней карасе с рыбалкой, я бы брал просто обычный сладкий корм, легкий. Ну такой, не личный. По типу, если переводить на всем известные корма, Сенсас, Фидер Гросс Буассон, например, крупная пракция. Или там… ПВДЕ, там Суперкап, например. Вот такого плана. Брал бы просто не тяжелый корм, брал бы много червака. Амонтаж какой? Обычный, стандартный, спортивный онлайн. Вот. Поводки, правда, не очень длинные. Я бы такие где работал, 50 сантиметров. Вот. 0.1 леска основная, поводочная леска 0.1. 50 сантиметров. А с насадками уже надо играться. То ли крючок мотыля, то ли червячок, кусочек червяка надорванного. То есть и такая рыбалка была. Ну, в ожидании. Стартовый закорм обязательный. То есть просто стартовый. С резкой, совсем аккуратно дно. Заброс. И дубинник такой по 4 минуты. Говорил бы карася. Другие компоненты какие-то добавлять. Я тоже на усмотрение. Там перловки разные, пшено. Ну, такие вещи. Кукурузку резаного. Просто в зависть от водоема. Ну, просто еще раз повторюсь. Того карася, которого я половил много. Кубанское. Он ловится просто. Он ловится просто, как любой подлещик. Вот ты приезжаешь к твоей подлещика. Вот. Вот. Все делаешь то же самое. Добавил бы больше человека, а вообще блюд караси. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, еще раз говорю. Карась рыба для фигера одна из самых непредсказуемых. По нему очень трудно давать советы. Он очень индивидуальный для каждого водоема. Это одна из тех рыб, которая принимает манеру поведения, копирует манеру поведения или имеет манеру поведения любой другой рыбы. То есть лещ, он и в Африке лещ. Платва она практически всегда одинаковая. Ну, по своей манере поведения. Там красноперка. Да, пилоническая рыба с верхним муртом. У нее манера питания, поведения, ареала питания не тоже. Карася можно ловить как угодно. В ближняке кувшинках с дальней бровки. Ловишь карпу. Он клюет на бойлы. На бойлы. На мотыля. На мотыля. Штекером. На плоский поплавок не вопрос. Махалкой четырехметровой. На блесну. На блесну, кстати. На микроджиг вообще. То есть. То есть. Ну, такая рыба. Поэтому. Это один из тех вопросов, которые меня всегда ставят в тупик. Хотя. Вот. Спортивного карася мы ловили. Это. Водоем называется. Канал. Волгодонский канал. В городе Волгограде. Там в прошлом году должен был проводиться чемпионат России. Ну, или Кубок России. Его отменили этот турнир. Вот. А мы там были на соревнованиях. Сыграл. Сыграли. Хорошо сыграли. Я хорошо сыграл. Если бы считались полузонами при том количестве участников. Ну, как бы правильно было. Даже было бы у меня первое место в личке. Так четвертое получилось. Вот. Но суть не в том. Там был очень интересный момент. Водоем. Богат рыбой. Очень много рыбы. Прям очень-очень-очень много рыбы. Много настолько, что поставить, забегая вперед, стратегию наловлю Сазана Дикого. И ловя на крючок Овнер. Такой а-ля восьмой номер просто. Вайтгейт. С кукурузой надетой на него. И тремя опарышами. Я на эту насадку и поводок 0,14 миллиметров. Длиной 60 сантиметров. Я вот на вот эту дикую снасть вскоро наловил 11. Больше 11 килограммов вот такой густеры. За тур соревнований. То есть, ну, вообще, любому фидеристу это сказать. Просто, что на вот этот ад можно ловить мелкую рыбу. А она там плюет, надевается в заглот. Причем ты ее выковыриваешь. Ничего не меняешь. Все осталось. Кить. Следующая льет. Кить. Следующая льет. Потом раз Сазану. Вот. Ну, вот такая рыбалка. И там было очень интересно. Там такой свал шел. И потом дальше шла более-менее ровно. При бровочке метров на 307. И такой типа твердая, твердая, твердая. Глинка, глинка. Плотная, плотная. Чуть-чуть. Так вот. То есть, такими полосками нарезанное дно. И выбирай какую хочешь. И вот было прям четко нарезано. Даеша парыша. Ловится Сазану. Режешь червяка. Ловится Карас. Ну, пацаны на тренировках тренировались. Леха с Максом. У них прям классно получалось. Они сели один в карася, другой в Сазана. Меняя добавки, ловя на одной дистанции. Один набомбил 21 килограмм карасей. От вот таких до вот таких. А другой набомбил 24 килограмма карпов. От вот таких до вот таких. Понятно, и там карп попадались караси. Но в процентном соотношении. Типа 10-15 процентов карася против карпов. У него, у Сазанов точно. И наоборот, у Макс. И вот меняя животные, живые добавки. И ловя приблизительно с одной точки. Они получали абсолютно разные результаты. Сидя вот рядышком. Вот как от меня до вас. Считается из них сектора. Вот. Селекционно там это получалось делать. Мы тоже так эту ставку сделали. И вот. И это работало. Вот. Но это в спортивном режиме. Вот, наверное, действительно. Более-менее такая была прогнозирована ловля по карасю. Ну, там карась принял форму речной рыбы. Вот. Абсолютно. Успешно. Выразительно. Родился по определенной схеме. Но однозначно по карасю резко червяка. По моему взгляду. А пары шажевых компонентов. Она дает хороший результат. И, наверное, это единственная рыба в моем понимании, которая на наличие в корме мотыля реагирует, наверное, меньше всего, нежели другие остальные. Не так как подъезжие, как плотва или мастера. То есть, скажем так, ему червячки поинтереснее. Наверное, я так понял, что кусочки, кроме систии, должны быть вот эти все резки. Вот. Ну и кашку можно поиграть тоже. Любят. А что можете сказать про плановые цели удилища? Как было это? Что изменилось? В этом году мы запустили ребрендированные удилища. Ну почему? Потому что уже 4 года, до большинства, 6 лет практически, 6 лет 5. Прокатались удочки, находились на рынке. Ну пора было сделать какое-то обновление. Вот. Сохранили. За это время мы собрали большое количество пожеланий аудитории. Просто ребята ловят, пишут письма, форумы, личка. Много личных сообщений приходят. Говорят, вот я бы сделал так, я бы сделал так. У меня там так получалось. Ну и постепенно собрал эту информацию. Мы немножко, чуть-чуть доработали. Некоторые модели добавили новые. Вот. Конкретно, вот, совсем обновленная получилась серия хай-профидер. Задача изначальная была, забегая перед, скажу. Бланк старого хай-профидера, вот, сам бланк его работа, вот, мне лично очень нравится. То есть я считаю, что эта удочка в своем сегменте удачна. Но, на мой взгляд, ему нужно, пора была добавить такую лоско, чтобы удочка еще и внешне выглядела привлекательно. Вот. Мы оставили старые модели, добавили ряд новых моделей. А переобули их, на мой взгляд, в более интересную фурнитуру. То есть я изначально, когда познакомился с кольцами сегает, на меня они сразу произвели впечатление. Я посмотрел и понял, что эти кольца для фидера вообще хороши. Вот. Даже скажу больше. В тот момент, когда мы начали работу над этими удилищами, эти кольца еще не стояли ни у кого на удочке. Просто мы маленькая компания, и у нас не все так быстро делается, как у более крупных, скажем так, партнеров. Поэтому, когда вышли эти удочки, уже ряд компаний, их кольца сегает, уже использованы в своих удилищах. Но, когда я только их увидел, пока все делись предсерийники и все остальное, мы были первыми. Вот. Кольцо хорошее, но характерно тем, что у нее есть хорошая матчевая высота. На вылете факел лески не бьется, а бланк и замедляется. Особенно, если это леска и мокрая погода, влажная. Вот. То есть хорошая матчевая высота кольца. То есть кольца достаточно далеко располагается в момент вылета от бланка. Но при этом кольцо очень легкое, с большой пропускной способностью. И очень интересно в геометрии, так там интересно расположена рама. И ее форма такова, что оно очень прочное при всем своем изящном внешнем виде. Поэтому это кольцо позволило нам бланк слегка подразгрузить. И сейчас, несмотря на то, что это такой же точно старый бланк хайпрофитера, он вообще ничем не изменился. Один в один. На ощупь, по ощущениям, на патрях удочка кажется иной. Но я скажу, что вообще на всех удилищах можно, например, особенно это видно на спиннингах, можно на одну единицу поменять топ на элегантных спиннингах и ультралайт класса микро джи. И по ощущениям удочка будет кажется вообще другой. То есть кольца влияют на патрях очень сильно. Но при этом это все тот же старый бланк. Мы поменяли дизайн, добавили модели, поменяли кольцо. Поменяли деколе и сделали удочки такими уже более спортоориентировыми. Добавили каракулю. Многие ребята, особенно в юг России, любят ковырять на ближняке вот этих всех углеечек, микро малородовую густерку. То есть для них добавили коротышку девятифутовую. И в общем-то сейчас, на мой взгляд, получилась уже абсолютно собранная, доработанная модель доступного спортивного сегмента. То есть я скажу так, у меня есть мои айконы, я их долго разрабатывал, я ловлю бы на соревнованиях. Но если бы сейчас там айкона просто не было, они бы еще до сих пор не ушли в тираж, я бы на соревнованиях, там тот же самый Кубок Дружку, но сейчас мне по ряду причин не получается, посещать много фидерных соревнований просто нужно. Так получилось. Я бы ловил хэпер фидерами вообще не задумываясь на турниры. Это турнирная модель. Полноценная турнирная модель доступна в сегменте для спортсменов, для которых финансовый вопрос имеет значение. И удочки получились прям вообще классного качества и строй классный. Умеренный строй, равномерный, универсальный, подойдет и для рек, и для стояков. То есть доволен серией остался. Рампаджи Рейзеры претерпели в основном дизайнерские изменения. На более ростных моделях мы поставили более тяжелые кольца, потому что не тяжелые, а крупные кольца, тридцатки. Причиной этому послужило то, что в процессе развития флэпфидера ребята начали вообще априори кидать дальше. В эпоху начала становления флэпфидера дистанции 100 метров были такие колоссальные для флэпфидера. Ну не кидали так далеко. Сейчас на соревнованиях по флэпфидеру каждая вторая команда работает 120 и даже для них это не проблема. Есть люди, которые работают 130 и далее. Поэтому при этом они используют карповые катушки уже. То есть Тайвы Баси используют, используют Ультегры Шимановские. И при этом размере катушки уже направление лески уже идет такой сломой по отношению бланка, что кольцо от 25 размера уже маловато. Поэтому мы увеличили первые кольца на бросных моделях. Это касается 14-футовых, 14-футовых рампаджей и 14-футовых рейзеров. То есть более их заточили под говлю с большими катушками. Точно также изменили кольца по всей бланку. Добавили модельки F1 десятку и одиннадцатку, точнее изменили одиннадцатку и десятку в Рейзере. Вы вообще всю линейку Рейзера адаптировали под, скажем так, это такая, как говорят, Curse Fishing серия, грубая рыбалка. То есть это для ловли более крупной рыбы. Караси, карту, большие рещи. То есть это удочки с большим запасом бланка. Бланки динамичные, бланки с большим запасом. Hyperfeeder, например, или Icon. Это удочки с меньшим запасом. Они более узкоспециализированы под ловлю. То есть это удочки не для того, чтобы их убивать. Это удочки для того, чтобы ловить рыбу. Именно в пределе своих возможностей. Рампы Eraser это удочки с большим запасом прочности. Они полагают, хочешь половить там платвичку, а потом возьми эту десятифутовку, и можно бомбануть Амура на двенадцать килограмм. Да, она похрустит лаком, но вы это сделаете. Вы хаймаете свою рыбу на эту удочку. То есть у этих малышей много крепкая бетуха. В остальном, кроме ручки те же, длинные, те же. Они еще добавили в Razer модель 13 футового до 140. Потому что я обратил внимание, что много ребят не являются костингистами. Ну как бы дистанции там 120-130 они этим не занимаются. А еще лучше, они просто едят на рыбалку и даже не считают нужным убиваться на эту дистанцию. Они ловят на дистанции 60-80. Но при этом они ловят тяжелых рыб таких же точно, как и все. Там десяток, двенадцатых, четырнадцатых. Им нужна была удочка с таким хорошим упором, но при этом не обязательно сверхдальнобойная. Или же это нерослые рыболовы, предположим, у которых рост там ниже метр семьдесят. Которым длинная удочка, оперировать длинную удочкой и со свисом, даже при поднятых руках, уже становится не очень удобно. То есть коротышка оперировать чуть легче. Поэтому 13 футовик до 140 был выпущен для них. Нормальная зашла удочка. Я в последние соревнованиях Федоровой на Бродковке во втором туре ее использовал. На ближних дистанциях 90. Вообще нормально. Прям хорошо зашло. Ну и серия ICON. Ну, наверное, это моя лучшая удочка, которую я создал за все время. Правда, мы ее создавали долго. Первые предсерейники, ее еще под названием Godlike, пришли еще вместе с первыми предсерейниками Rampage и Razer в далеком 2012 году. Ну и мы делали, делали. Я даже не знаю, какое количество предсерейников было переработано. Хотелось создать удочку со своим уникальным строем, не похожим ни на какую другую. Хотя у меня на тот момент были кумиры. У меня на тот момент был MAP Parabolic с кумиром. То есть мне понравилась его идея натянутой середины такой. Впоследствии я уже сейчас как бы переловив много других соревнований. Тоже растет, меняется понимание бланка. Понимаю, что мы все-таки далеко ушли от Parabolic уже. Ну, эта удочка сделана, как сказать. В общем, мы делали, делали. Предсерейники одни, предсерейники другие. Вроде бы где-то рядом, но это все уже где-то было. Я просто понимаю, что раз. Ну, это еще один Parabolic, да, он легче. Потом раз. Не, ну, это Браунинг-сфера. Не, не то. Нет, недостаточно запасов бланки. Раз. Да не, ну, это там Derenal Alkalite. Слишком там хрупкая будет. Пацаны наломают. И вот, понимаешь, это на что-то похоже. На какие-то топовые палки похоже. Раз, приехала. Не, ну, это дайва просто. Это смысл. Вот. Она такая уже уже есть. У нее есть куча поклонников. И, ну, смысл выпускать, как уже точно давит. Вот. А потом я залит в форелевый сутбор. И начал ловить удочками для форелевой ловли. А там специфика вываживания такая. То есть, ты получаешь на стрим два бедловича стримового форель. И ты забрасываешь очень легкие воблера. При этом у тебя очень сильное течение. То есть, удочка должна быть достаточно элегантной, чтобы прогнуться, ну, отработать легкий воблер. Чтобы не покидать коряга. Чтобы его кинуть. Но при этом, когда воблер попадает в поток, его начинают сгибать вместе с потоком воды. Она была достаточно жесткая, чтобы сделать анимацию. А там анимация, чтобы он начал там рыскать или там коротким твичом его работать. То есть, она должна при этом управлять. Но при этом при посадке рыбы бойкой в фореле. А вываживание происходит там только катушкой. Там не выкачивается рыба. Потому что безбородые крючки, если ты выкачиваешь шипу, сход сразу. То есть, у тебя вешается рыба. Ты пускаешь палку в воду. Начинаешь просто крутить катушкой на равномерно стройном фрикционе. Просто дал. И постепенно с метра за метром против течения эту форель травишь. Не поднимая ни в коем случае на свечку. Иначе она выпрыгивает, делает свечку, трусит головой и сходит. Вот. То есть, работа тем блатком меня потрясла. То есть, я увидел там, ловя вот этими топовыми бланками. Ну, я ловил там, есть такая компания UFM. Да, которая делает удочки там с волокнами бора. Это дорогие топовые там кастомные японские удочки. Вот. Там UFM, Smith & Interbaron. То есть, это фрильм удочки. У них очень специфическая концепция в строе заложена. Он такой. Я даже не могу это писать. У меня люди спрашивают. Типа, а расскажи, какой строй у удочки Айкон? Я не знаю, какой строй у удочки Айкон получился. Это не фаст, не экстра фаст. Я не знаю, что это такое. Вот он получился по форелевой удочке. Он получился с динамичной очень серединой. Вот. Вроде бы быстрый. Садится лещ, вроде бы мягкий. Забрасываешь легко, легко, достаточно быстрый. Начал прогибаться, он просаживается. Вот. Мы распределили волокон набора в центральной кумлевой части. При этом максимально утоньшили стенки. То есть, получилось, что мы сделаем с минимальным весом очень мощную кумлю удочку. Запас мощности, который на ней указан, ее можно слегка перегружать вполне даже. Вот. Чего не сделаешь в аналогах. Если ты возьмешь аналогичную палку топ-производителей других, она будет весить столько же. Вот. Палки получились очень легкие. Но при этом запаса мощности динамики в бланке будет меньше. Образно говоря, я не буду называть бренды, чтобы быть корректными, у меня есть еще ряд фидеров. Был ряд фидеров, остался еще ряд фидеров. Других брендов. Вот. Что происходит? Например, берешь кормушку, ветер дует. И задача, я сейчас молчу, вообще про английский заброс. То есть, это ситуация, когда мне нужно бросить, ну, не преодолевая высоту этого потолка. Потому что, если я качну и бросу выше, мою катушку подхватывает, я бью в клипсу и у меня ее сносит. А мне нужно сделать вот такой заброс. То есть, не вот этот заброс, не с откинутой дужкой английский, не заводной, а поднять и сделать вот такой заброс. Вот. Пробивной, чтобы пробить ветер, чтобы уложить точно. Вот. Вот эти удочки это делаем. Другими не получается. Я беру удочку фирмы Д, фирмы Ш, фирмы Б и делаю. Меня остановило. Все, у меня удочка остановилась. Она больнулась. Она резко, она не резко. Вот. Сайка нам так получилось. Мы к этому пришли, когда приехали образцы. Я в Корее долго объяснял. Я говорю мистеру Сонову, нам нужны волокон набора. А зачем? Я привез, показывал. Вот это так выглядит. Зачем? Что ты хочешь? Объяснял. Так, 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 и так, и так. Спорили долго. Приехал предсередник. Я приехал. Поехал мочил ловить маленькую рыбку. Речка маленькая, ну там такая шириной, не знаю. Ну, как до Сереги сейчас сколько там метров? 12-15 метров. 15 метров. Вот под тем берегом Ивушка. И такая нависает. У меня видео есть там, на чем ловлю рыбку. И там такие вот забросики были. Ты подсылаешь туда, потому что выше свисает ветка. Кормушку там под нее. И там плотвички всякие клевали. Всякая разная рыбка. Настолько кайфанул. Ну и все, что на вываживании, все же там слышно, все хорошо. Вот. Поэтому Айкон получился, ну, как сказать, со своим лицом. Она может нравиться, она может не нравиться. Ну, мне нравится. Кому-то не нравится. Дорогая. Ну, к сожалению, дорогая. Потому что дорогие кольца, дорогая пробка, дорогой бланк. Ну, все дорогое. Не получается сделать дешевую удочку, хоть убейки в таком сегменте. Ну, все. Я, честно скажу, экономил, экономил как мог. Вплоть до того, что стояло, то есть я мог поставить, то есть был вариант поставить эти же кольца RS Solution, только в Титане можно было поставить. Еще дороже сделать. Мы поставили стальной склад с 316 стали. Поставили их. То есть, ну, они выполняют свои функции полностью. Можно было, то есть, тут чуть-чуть сэкономили. А катушка-держатель тоже. Думали, давайте ставить обычный вебовский SS S16. Потом подумали, не, ну, ребят, по форумам почитал. Ну, человек, людям принципиально прям фуджи подавай и все. Тяжело, конечно. Удочка дорогая, например, получается. А что на них катушка-держатель не хуже? Хотя уже давно разницы между фуджи и веба никакой нет. Ну, как бы тот же самый катушка-держатель. В цене большая разница. Но, к сожалению, есть вещи, от которых нельзя отказаться. Потому что, ну, рынок этого требует. Ну, вот. Поэтому удочка наворочена по полу. Наверное, на этих утилищах я уже в разработке остановлюсь. Уже все. Наверное, новых моделей в топ-сегмент. У меня пока идей нет, что добавить. Вообще нет. Вот. В меди... Ну, в средних сегментах. Вот. Идеи еще есть. Многие там есть, что добавить. Вот. А здесь уже топ. Ну, и хит наших продаж. Это, конечно же, айрон. Рынок сейчас взорвал абсолютно полностью. Я не знаю, как сейчас отдаётся айрон в Донецке. Но по Российской Федерации статистика очень хорошая. Ребята оценили. Наши задачи основной было сделать удочку недорогую, но при этом жёсткую. Вообще задача сложная. Почему? Потому что априори недорогая удочка предполагает экономию на модуль материалов, на связующих, на технологиях. Вот. То есть, если вы заметили, жёсткость в бюджетном сегменте удилищ достигается или очень большой комлеватостью, или весом, там, за счёт связующего, или большой толщиной стенок бланка. Вот. У нас получилось создать удочку умеренную, меняемую по толщине бланка, по изящности. То есть я считаю, за эти деньги это очень удачное решение. Вот. И при этом удочка, получается, из быстрого строя. Не тяжёлая и быстрая. Ребят, не будут. Вопрос сейчас открытый. Пока всех коммерческих тайн... Сейчас мы работаем над экстра-хэви сегментом, потому что это сложно... В этом есть некая сложность. Почему? Потому что чем мощнее удилища, тем для того, чтобы сохранение этой же жёсткости, этой же брошности и выдерживания необходимого теста, её нужно при этом добавлять надёжность. И получается, что я могу её сделать, но она будет уже более овалкая. Не для того, чтобы её сделать жёсткой, придётся её утяжелять, делать больше конуса. Нет. В средних моделях вот этих вот... Потолочная, вот самая мощная, это вот потолок для этого материала. Потому что сейчас мы ждём перед средненьким, думаем, как её утяжелить, потому что, ребята, многие нужны и в этом сегменте основному хэвики. Нормальный хэвики, то есть ловить там вообще далеко. Ну и плюс насчёт квертипов, чтобы просто пропускные кольца кольца. То ли уже в новой серии воплотить, дорастить её ещё парочкой урослых моделей. И там уже будут идти квертипов и больше пропускными кольцами. Ну, запас прочности у них хороший. Я смотрел там, в пицине пытался... Ну, при желании, я вам скажу так. Я разрабатываю удочки. Я могу сломать любую удочку при желании. Просто нужно знать, как их ломать. Ну, вообще любую. Нет. Восьмилдровый катапульт не сломают. Честно. Есть удочки, которые... Ну, тут нужно посильнее быть человеком. Но при... Как ломать удочки — это отдельная история. Ну, тут нужно посильнее. Спасибо.